Владимир Ильич Козлов Кандидат физико-математических наук Ведущий научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Шафера Сибирского отделения Российской академии наук Сфера научных интересов Исследования региональной и глобальной грозовой активности Их связь с солнечными и космофизическими параметрами Радиоизлучение ионосферы и магнитосферы Автор более 100 научных публикаций Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня мы поговорим с вами о таком явлении, как гроза Для вас это более понятно То, что вы обычно называете молнией Или молниевыми разрядами Гроза – это очень опасное явление, природное явление Если вспомнить о том, какие же опасности оно представляет То прежде всего это то, что может убить человека Каждый год на земном шаре молния попадает около 200 тысяч раз в человека И приблизительно 10% это со смертельным исходом С летальным исходом Это значит 20 тысяч людей погибают каждый год на земном шаре от молнии Плюс ко всему еще молниевые разряды наносят большой вред инфраструктуре человека Все больше и больше технический прогресс дает человеку много преимуществ Однако он сам, вот эти технические устройства становятся уязвимыми для природных опасных явлений В частности, молниевые разряды вызывают поражение спутниковых И нарушается спутниковая связь, GPS, навигация, то, что обычно мы подразумеваем Потом человечество работает в основном с помощью таких источников энергии, как электричество И хотя сама молния является электричеством, однако она наносит урон линиям электропередач Попав в столб, эта молния вызывает отключения электрические Такая же волна возникает и в протяженных магистральных объектах Для нас известны такие магистральные объекты, как трубопроводы И даже опасны не только те случаи, когда молниевый разряд попадает в сам трубопровод Вот представьте себе, заряженное облако подошло к трубопроводу и расположилось над ним Внизу облако образуется заряд И этот заряд наводит на Земле определенные потенциалы другой полярности, понятно И в результате образуется повышенное количество заряда И вдруг произошел разряд наверху, то есть межоблачный разряд так называемый Между двумя облаками проскочила молния или внутри облаков Значит молния прошла и заряд исчез, скомпенсировался А наведенный заряд остался и он начинает растекаться Ясно, что движение зарядов это, как вы знаете, это ток Значит образуется волна тока перенапряжения И казалось бы, ну и что, течет ток, ничего плохого Даже геофизики говорят, что увеличивается дебет трубопровода Но трубопровод расположен не в однородном грунте Существует также и какие-то неоднородности Ну например болото или дорога, которую он пересек, уплотнения какие-то Значит по законам Киргофа ток начинает двигаться Ну как вот вы представляете, это узлы образуются тока И он начинает и вытекать из трубопровода, и втекать И вот в тех местах, где он вытекает и втекает Увеличивается электрохимическая коррозия А что такое электрохимическая коррозия? Это ржавление металла Значит образуются каверны, образуется дырочка И трубопровод становится негодным, то есть авария А это очень опасно Вот казалось бы, такие простые моменты Теперь давайте поговорим А как же образуется молния? Что приводит к тому, что происходит разряд искровой? Молния это обычный искровой разряд Причем безэлектродный Обычно заряд происходит двумя причинами Значит для этого, во-первых, нужно, чтобы вот эти вот пары воды Которые имеются в грунте, в нижней части атмосферы Начали подниматься вверх Это может быть или на фронтах Холодном или теплом фронте, который подходит И в результате по фронту воздух начинает подниматься вверх Или, может быть, вот представьте себе утро Ясный день На небе не облачко Ярко светит солнышко Солнышко нагревает землю Земля начинает Вода с поверхности земли Начинает испаряться И начинает подниматься кверху Постепенно поднимаясь кверху Эти капельки слепаются Становятся плотнее Больше И поднимаются выше и выше И на высоте где-то около 3 километров Они начинают замерзать Преворачиваются в льдинки Что происходит дальше? Есть несколько теоретических представлений Самое старое теоретическое представление Это то, что если начинает вода замерзать То вроде она покрывается вначале капелькой корочкой А потом, когда серединка замерзает Эта корочка лопается И образуются более мелкие капельки Более крупные капельки Более крупные капельки тяжелее Они поднимаются медленнее Наверх И в результате, когда они трутся друг от друга Происходит разделение зарядов Более мелкие капельки заряжены отрицательно И они поднимаются выше И таким образом в облаке происходит разделение заряда Есть другая, более современная точка зрения Что, как вы знаете, существует такое понятие, как космические лучи Мы все живем в атмосфере Солнца И Земля в атмосфере Солнца Атмосфера Солнца кончается далеко-далеко За всеми планетами И вот этот вот солнечный ветер Который истекает постоянно из Солнца Он состоит из плазмы А это сплошная ионизация Эти вот космически заряженные частицы Они проникают глубоко в атмосферу И часть из них, те, которые рождаются даже не от Солнца А от других звезд, так называемые галактические лучи Как мы их раньше называли Галактические частицы Они проникают очень глубоко И они вызывают ионизацию Так вот, проведенные опыты показали Что если отрицательный заряд Прилипает к какой-то частице Которые, ну, называются пыль Значит, частички сажи Которые также поднимаются кверху Всегда имеются в воздухе То в результате вот эти отрицательные ионы Они обладают способностью Прилипать в сотни И даже в тысячу раз больше, чем положительно заряженные ионы В результате отрицательные ионы Очень быстро становятся крупными И таким образом Вот эти, так называемые, аэрозоли Они оказываются ниже При подъеме кверху Таким образом происходит разделение зарядов Значит, разделение зарядов у нас произошло Дальше поднимаются до определенной высоты Плотность там уменьшается уже И как все летали на самолетах И представляете, что облако кончаются на высотах Где-то порядка, ну, от 2 до 10 километров Так вот, некоторые облака начинают расти сильнее Это обычно простые облака Это перистые облака, как мы знаем А те, которые растут сильнее Это кучево-дождевые облака Из них потом выпадает дождик Но часть из них становится еще более протяженными По размеру И облако занимает уже высоту от 2 километров До 10-12 километров Представляете, такое протяженное облако Эти облака и называются грозовыми облаками Вниз накапливаются большие заряды И между ними происходит пробой Внизу облака образуются большие разности потенциалов То образуются так называемые большие электрические поля Вот в этих сильных электрических полях Электрон, попав в это сильное электрическое поле Очень быстро ускоряется И энергии становится столько много Что он может, попав в атом Выбить несколько электронов Тоже очень большой энергии Которые, в свою очередь, продолжают выбивать Таким образом образуется лавина убегающих электронов Вот эта лавина убегающих электронов И может спровоцировать уже поток ионизации Из нижней части облака Образуется проводящий ствол между облаком и землей И вот по этому ионизованному стволу Устремляется заряд И он вызывает так называемый Основной заряд Удар Он продолжается очень недолго Дойдя до земли Разогревает прежде всего вот этот вот ствол И мы видим оптическое явление То, что мы называем молнией На самом деле молния – это более сложное явление Потому что такой заряд длится очень недолго Правда, по нему течёт огромный ток Этот ток составляет десятки килоампер И может даже достигать до 200 килоампер Радиус этого ствола очень небольшой От нескольких сантиметров до 10 сантиметров Вот этот ствол и светится И поэтому, поскольку свечение начинается там, где уже заряд дошёл То мы видим как бы восходящую молнию Заряд, то есть светится, начинает с земли Потом поднимается кверху Или наоборот Может начать светиться сверху То это называется нисходящая молния И наблюдаются так называемые различного типа свечения В зависимости от того, наверху, в верхней части Где-то на высоте от 60 до 100 км Они светятся красным, поскольку свечение азота А в нижней части и кислорода светятся синим В нижнюю часть назвали таким красивым словом, как Блуджеты, то есть голубые джеты В верхнюю часть назвали ещё более красивым словом По-русски это духи или спрайты Причём они достигают размеров до 400 км в диаметре Вы представляете, такое кольцо светится Если внизу молния имеет диаметр всего от нескольких сантиметров до 10 сантиметров То там образуется такое кольцо Красивое, красным светом светится, но очень короткое время Человеческий глаз его не может увидеть Положительные заряды с очень большим током И вызывают лесные пожары А для нашей республики эти лесные пожары Вызванные грозовыми разрядами очень важны Особенно, когда они случаются на краю Вот этой вот грозовой ячейки Внутри неё течёт дождик И поэтому если молния там что-то зажгла Она может, дождик её погасит А на краях, когда он бьёт слегка в сторону То есть это называется сухой грозой Сухие разряды То они поджигают И вот мы в нашем институте смотрели спутниковые снимки пожаров Мы наблюдаем это И вот обнаружили как раз, что они-то и вызывают Эти так называемые сухие грозы И вот эти сухие грозы вызывают в нашей республике До 60% пожаров Последнее, на чём хотел бы я остановиться Что, во-первых, эти разряды Вот это вот грозное явление, как мы говорили Молниевый разряд Он ещё и меняет химию воздуха То есть он ионизует молекулы азота Образуется НО Он образует также озон А озон – это тепличный газ И если гроз становится больше То, значит, в результате и у нас наступает потепление Вот в частности Это важный такой момент И что ещё хотелось бы заметить Что вообще-то Вот те разряды, которые поднимаются кверху И даже электромагнитный шум от этих разрядов Так называемые атмосферики Они распространяются по Земле И могут регистрироваться на больших расстояниях Потому что Эти максимум энергии Находится И их энергетического спектра Находятся в области сверхдлинных волн Они слабо затухают И вот по разности Верём приходы на разнестённые станции Вот в частности Мы такие опыты проводили Со школьниками из Верхоянья Одна станция Со школьниками из Тампонского Улуса Вторая станция Это школьники из Крескаджая На Мамонтовой горе На Алдане Или на Верхней Хандаге у нас были Ну и третий пункт находился у нас здесь На нашем полигоне в 30 километрах от Якутска Вот таким образом мы определяли место, где молния Ещё хотелось бы сказать Что вот эти вот импульсы молниевых разрядов Поднимаются также кверху, проникают сквозь сферу И попадают в магнитосферу Все вы слышали, что существуют радиационные пояса А почему их два? А вот оказывается, вообще-то пояс один Но в середине между ними Вот эти вот отклики молниевых разрядов Начинают дрейфовать Медленно в магнитном поле И образуют, двигаются вдоль От одного полюса к другому И взаимодействие с частицами заставляет их высыпаться Таким образом, как бы грозы И чистят часть пространства Для того, чтобы там могли Свободно летать спутники Не боясь радиационной опасности Вот, что я вам хотел сказать А теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы Бывают ли шаровые молнии на территории Якутии? Конечно Шаровая молния, она может происходить везде Вообще, что такое шаровая молния? Это очень сложный вопрос Потому что Ее многие наблюдают Говорят, один из 10 тысяч Жителей Земли Встречался с шаровой молнией Но надо, чтобы с ней встретились ученые И причем встретились не только просто Вот увидели ее А еще и были вокруг приборы Вот, единственный случай Который достаточно хорошо известен Это в Китае Буквально случайно Шаровая молния образовалась В радиусе действия Ряда приборов И что они сказали? Поскольку это единственный случай То поэтому это еще пока не совсем наука Это только предположение То есть, произошла обычная линейная молния Ударила в Землю И около Земли Значит, образовался Такой сгусток Они измерили Спектрометрию этого сгустка И обнаружили Что там, значит, есть следы Испарений кремния И в результате Вот этот вот шар такой С испарениями Он существует на протяжении Может существовать на протяжении Нескольких минут Он сам по себе холодный Но Может ударить человека Поразить его Значит, поскольку это все-таки Электрический заряд Внутренний его находится То есть, он представляет из себя опасность Причем, шаровая молния Еще, как замечено Она Движется как бы Прыжками И даже Там не только электрическое поле Но поскольку переменное Значит, и магнитное поле образуется Она даже может Приподнимать легкие металлические предметы То, что называется Левитация Вот Такие явления А вот то, что он испарился Вот вы, наверное, слышали Ну, во многих народах Существует много легенд И считается, что это какой-то бог Метает эти молнии Ну, например, Перун или Перкун У славянских народов Значит, у балтских народов Или Зевс, у греков Или такой же бог Есть и у индийских народов Ну, практически у всех народов Так вот Почему мы говорили, что он метает молнии Потому что, когда молния попадает, скажем, в песок То внутри песка Поскольку, вы понимаете Это же температура молнии Порядка Если на солнце 6 тысяч градусов То здесь порядка 20 тысяч градусов То там, значит, происходит быстрое испарение Как бы трубочка такая образуется А по краям трубочки Оплавленное стекло То есть, вот этот песок превращается в стекло Это называется фульгурит И в некоторых странах их находят У нас в музее, в геологическом есть такие фульгуриты Они бывают ритвистые Напоминают, как бы, корни дерева И бывают длиной до 5 метров Представляете, вот такие вот Вот их откапывают, находят И даже страны меряются А вот у нас фульгуриты больше В какой местности больше гроз? В лесу или на равнине? Как мы говорили Чтобы образовался грозовой разряд Нужно, чтобы снизу было какое-то острие Чтобы с него тоже навстречу стек разряд Ясно, что наибольшее таких хвост острий Это в лесу Понятно, что там, где есть лес Там количество молний больше Следующие идут тундра Там много болот Много есть небольших озер Маленьких Из которых поднимается испарение И тоже образуются как бы встречные И наименьшее количество Это на кустарниках Вот Что такое город? Город из себя представляет Как бы остров тепла Вы представляете, да? Здесь скучность Много разных строений Которые нагреваются Много машин и так далее Так вот, количество Молний, например, в Якутске Количество дней с грозой в Якутске 14 А вот отошли вы чуть в сторону Километров на 20 На 30, да? И там уже будет обычные 7 То есть, значит, вот Молнии в городах наблюдаются Чаще Чем вне города Потом еще Город ведь он же Не только Как мы все хотим поехать На дачу Для чего? Чтобы подышать чистым воздухом А в городе Значит, больше сажи Больше аэрозолей То есть, поэтому Вот ионизация больше Связаны ли грозы С состоянием экологии В регионе? Действительно Если экология хуже То есть, больше сажи Больше выделений Больше происходит ионизация Значит, вот Поэтому и в городах Там, где экология хуже Там гроз больше Вот И, как я вам сказал Для того, чтобы Образовался Грозовой разряд Нужен восходящий поток Тепла Так называемый термик Термо Тепло Термик И они происходят Именно там Где есть возвышенности Там, где есть Не только Возвышенности Скажем, горы В предгорьях Потому что наверху В горах Там, конечно Груз меньше То есть, с экологией Действительно связаны Но больше Гроз находится Возможный Вот на ровной поверхности На, скажем Океанами Гроз бывает Очень редко И поэтому Если посмотреть На карту гроз Ту, которую Спутники намерили И есть сейчас Такая система Общая Один из пунктов Который находится В нашем институте Это мировая сеть Для наблюдения Разрядов Вот И они создают Карты гроз И вот там видно Прямо на карту гроз Если смотреть Даже не очерчивать Материки То они сами Очерчиваются Грозами Эти материки Практически Ну Если мы посмотрим На Якутию Где у нас Как вы думаете Большее количество Гроз Значит Больше Алданская Нагорья Значит Ясно Что Один из Основных Мест Таких Регионов Где у нас Больше гроз Это Алданская Нагорья Дальше Вдоль Если посмотреть На Лену Вот как она течет Верхианских Хребет Как он Проходит И вот И посмотреть На эту Карту гроз Ту Прямо видно Если даже Не прорисовать Реку То видно Как течет Река То есть По этим Самым Поскольку Вот эти Вот облака Когда они Движутся Грозовые Они же Останавливаются Горами Как бы Эффект Подпруживания Такой Называется Вот Метеорологии Ветер Останавливается Облака Там Вскапливаются И там Конечно Больше Грозовых Разрядов Вот На этих Вот Ну и конечно Надо бороться За чистоту Экологии Будет меньше Гроз Значит Будет Меньше Озона Значит Будет Меньше Эно И таким Тем образом Тем самым Будем бороться С потеплением Так называемым Глобальным А можно ли Управлять Грозами Например Отвезти От населенных Пунктов Вот смотрите Вы все Знаете Наверное Такую бумажки Зелененькие Доллары Называются И на них Есть Портрет Известного Ученого Одного Из первых Президентов США Франклина Так вот Это Как раз Тот Самый Ученый Который И Определил Что такое Гроза Что это Искровой Разряд И Он Кроме Этого Известен Еще и Тем Что он Придумал Как отводить Грозовые Разряды От Того Чтобы не Поражали Людей Он Придумал Такую Штуку Как По-русски Молниоотвод Или Громоотвод Тогда Называлось То есть Он Взял Железный Стержень И Этот Железный Стержень Поставил Очень Высоко И От Него Заземление В землю Сделал Ну Это Для Что Делать Какие Строения В те Времена Были Самые Высокие Дома Бога Церкви Всякие То есть А в то Время Существовало Поверье То есть Он Научился И эти Громоотводы У нас Есть Везде На всех Линиях Электропередач Чтобы Отвести Их Делают Так Называемый Грозозащитный Трос Наверху Проводят Над Линией Электропередач Этот Трос Он Заземляется Также Над Линиями Связи Вот Если вы Связисты Будете Следующий Вот там Наверху Проводится Грозозащитный Трос Наверху В который Ударяет Молния Чтобы Отвести Ее Интересен Такой Факт Что В то Время Существовало Такое Понятие Как Кара Божья То есть Считалось Что Вообще То Ну Вы Понимаете Что Из древности Еще Считалось Что Бог Громовержец Это Главный Бог И Он Если Послал Молнию Значит Он За Что То Человека Или Общество Наказывает Поэтому Церковники Категорически Были Против Чтобы На Церквях Устанавливали Громоотводы Громоотводы И И И И И Даже Это Не Помогло Но Когда Начиналась Гроза Люди Прятались В этих Церквях Но Самое Интересное Что В церквях же Поскольку Они Были Каменные Здания А в те Времена Пожары В городах Случались Часто Поскольку Города Были Деревянные То В этих Церквях Хранился Еще И Весь Пороховой Запас И Когда В одном Из Французских Городов Взорвался Весь Этот Пороховой Запас И Огромного Уничтожил Около Десяти Тысяч Населения Благодаря Этому Взрыву После Этого Уже Во всех Цивилизованных Странах Начали Устанавливать Громоотводы Еще Продолжение Этого Вопроса Можно Ли Управлять В 2006 Году Появилась Фирма Международная Которая Пытается Собрать Энергию Электрическую Это же Само По себе Представляете В одной Молнии Целый Мегаватт Это Сколько Же Времени Можно Одной Молнией Питать Маленький Поселочек Так вот Как Собрать Это Электричество Для Этого Надо Научиться Как-то Оно же Очень Короткое Время Длится Ну и Ясно Что Хотелось Создать Какие-то Большие Конденсаторы Их Заряжать Эти Конденсаторы А потом Из этих Конденсаторов Энергию Черпать Вот Вот В таком Направлении Приблизительно И Ведутся Работы Я Не знаю Как Быстро Это Удастся Решить Может быть Вашему Поколению Научите Собирать Энергию Гроз И Использовать Его Для Человечества Как Там Можно Защитить Частный Дом От Молнии Как Я Говорил Сделать Громоотвод На Самом Деле У Строителей Существуют Всякие Нормы Для того Чтобы Сделать Если Просто Сделать То Что Надо Сделать Взять Какой-то Металлический Стержень Значит Поставить Его На Дом От Него Протянуть Ну Обычно Знаете Такая Ленточка Бывает Металлическая Полоса Полосовое Железо Вот Прямо Отверху И Закопать Глубоко В землю То есть Сделать Хорошее Заземление Сделать И Тогда Это Молния На самом Деле Если Ваш Дом Питается Электричеством То Вот Эти Провода Которые Подходят Там Наверху Стоит Обычно Какая-нибудь Мачта Небольшая Железная Который Так Вот Основание Этой Мачты Обычно Хорошо Заземляется Вот У нас-то В России Не так Хорошо Видно А скажем Я вот Смотрел Картинки В Черногории Да Там На протяжении Дома Прямо Видно Несколько Громотводов Как Они Идут Вот Эти Металлические Полоцы Снаружи Частью Дома Они Конечно Красивые Там Все Покрашено Все Красиво Сделано Все По Фэншую Что Называется И Вот Они Заземлены Таким Образом Проводят Заземление Ну а У нас Ударяют В якутске Молнии Куда Чаще Все В вышку Телевизионную Потому что Она Стоит Дальше Вот Есть Грида Гор Чучур Муран И так Далее Вот Там Вот Ударяет Молния Чаще Всего По Этой Гриде Прямо По Краешку И По Берегу Около Берега Реки Ударяет Молния А В такие Дома Ну Редко Вот Мы Наблюдаем Несколько Лет Уже Видео Съемку Ведем Во время Летом Во время Грозовых Разрядов Чтобы Наблюдать Для чего Нам это Интересно Нам Интересно Потому что Мы Обнаружили Что Молния Как я вам Сказал Производит Химию Но Плюс Ко Всему Вот Эти Убегающие Электроны Когда Происходят То Лавины Убегающих Электронов То Они Рождают Рентгеновские И гамма Лучи Это Фотоны Очень Больших Энергий И В результате Значит Эти Фотоны Реакция Ядерная Участвует В ядерных Реакциях Фотоприлипания И Рождаются Нейтроны А у нас В институте Есть нейтронный Монитор Мы Наблюдаем Грозы Одновременно И вот Мы Увидели Что Вот эти Скачки Нейтронов Во время Грозы То есть Грозы Еще и Рождают Антиматерией То есть Наши Грозы Видны Таким Образом И Эти потоки Скорее всего Рождаются Не только На нашей Планете Но например Огромные Грозы Происходят На Венере И еще Больше Происходят На Сатурне И самые Большие Грозы Происходят На Юпитере Там Гроза Грозовой Разряд Не то что У нас Максимальный Разряд Который Был Зарегистрирован Межоблачно 300 Километров Там Разряды Происходят С поверхности Юпитера До Спутника Юноны Представляете Какие Десятки Тысяч Километров Вот такие Вот И Красивая Музыка Есть Вот Эти Вот Записи Этих Этих Разрядов Радиоимпульсов Разрядов Они же В низких Частотах Пробедительно В звуковом Диапазоне То есть Их проигрываешь И в общем Такие Свистящие Хрипящие Такие Звуки Повышающие Частоты Понижающие Частоты Есть такая Группа Пинфлойд У них Одно Из Произведений Начинается С вот Этой Музыки Космоса Очень интересно Вообще Само по себе Исследование Гросс Очень Увлекательное Занятие Особенно Вот Тех Моментов Которые Неизвестны Человечество Хотя Оно Конечно Имеет Практическую Направленность Мне было Очень приятно С вами Встретиться Надеюсь Я Смог Вас Немножко Увлечь Теми Перспективами Которые Открываются В изучении Гросс Грозовых Разрядов И После Окончания Вашего Учебного Заведения Может быть Кто-то Из вас Захочет И Заняться Ими Приходите Пожалуйста В наш Институт Институт Косметических Исследований Аэрономии Ну И в другие Институты Нашего Научного Якутского Научного Центра В частности Есть Институт Физико-технических Проблем Который Занимается Проблемами Заземления Вот Много Было Вопрос По Поводу Заземления А Заземление В нашей Республике Оно Обладает Определенными Особенностями Все Вы знаете Что У нас Внизу Так Называемая Вечная Мерзлота А Как Мы Говорим Мы Находимся В Криолитозоне Поэтому У нас Есть Особенности В этом Направлении Это Надо Продолжать Исследовать Улучшать Свойства Заземляющих Устройств Которые Необходим Для энергетики И надеюсь Что в скором Времени Всю нашу Республику Покроют Полностью Линии Электропередач А не будет Только где-то Отдельные места Где есть Электричество А в других Местах Кого нет Поэтому Приглашаем Вас Учитесь Хорошо И после Окончания Приходите В науку Мы Вас Будем С удовольствием Примем Будем Ждать Большое Спасибо За внимание АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ